Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы читаем книгу «При мудрости Иисуса Сына Сирахова, 13 глава». «Кто прикасается к смоле, тот очернится, и кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему». Таково свойство подчиненности духу горному, духу надменному — это заражение окружающих себя этим же духом надмени. Совсем не безразлично, к чему устремляется твое зрение, расположение сердца, твое внимание, всякий, не кающийся пред Богом, источает из себя определенную атмосферу. И эта атмосфера влияет на душу каждого, кто приближается, кто попадает в область ее магнетизма. «Не поднимай тяжести свыше твоей силы и не входи в общение с тем, кто сильнее и богаче тебя». Оказывается, общение с некоторыми людьми бывает непосильно для человека, так же, как и некоторая масса, некоторый груз, который поднять он не в состоянии. «Кто сильнее и богаче, не ищи общения с тем». Почему же? Какое общение у горшка с котлом? Этот толкнет его, и он разобьется. Богач обидел, и сам же грозит. «Бедняк обижен и сам же упрашивает. Если ты выгоден для него, он употребит тебя, а если обеднеешь, он оставит тебя». Есть люди разных весовых категорий для земной жизни. Речь идет не о том, будто богатые угоднее Богу и к Царству Небесному предназначены, не наоборот ли дело представляется и в Святом Евангелии. Но весьма неблагоразумно человеку небогатому стремиться из тщеславия или из жажды обогащения к тем, кто совсем по-иному ведет жизнь и соотношение их устойчивости, как горшка с котлом. Что котлу будет от того, что он столкнется с горшком? Ничего. А горшок разобьется на мелкие кусочки. Если ты достаточен, он будет жить с тобой и истощит тебя, а сам не поболезнует. К несчастью, большинство богатых занимаются делом стяжания своего богатства весьма профессионально и относятся к этому не как к работе, а как к служению. Поэтому и бедные, которые кажутся самими себе безопасными для богатого или неинтересными для него. Но интерес, к сожалению, может состоять в отношении его в том же при умножении богатства даже за счет небольшой прибыли от бедного. Возымел он в тебе нужду, будет льстить тебе, будет улыбаться тебе и обнадеживать тебя. Ласково будет говорить с тобой и скажет, не нужно ли тебе чего. Будь очень осторожен с богатыми. Они не те, кто ищут благо для тебя. Очень часто бывает наоборот. Своими угощениями он будет пристыжать тебя, доколе два или три раза, ограбив тебя, не насмеется, наконец, над тобою. После того он, увидев тебя, уклонится от тебя и будет кивать головой при встрече с тобой. Имея в виду, не словом тебя, не почтит, но лишь каким-то кивком головы даст понять, что общение никакого дальнейшего невозможно. Наблюдай, чтобы тебе не быть обманутым и не быть уничиженным в твоем веселье. Действительно, сообщество с теми, чья жизнь представляется сплошным праздником, представляется очень веселым. Вхождение в престижные клубы и сообщества влекут особенно молодую душу, и оказавшиеся в этом сообществе людей благополучных кажутся и себе счастливчиками и избранниками судьбы. Но это шаг к уничижению, а вовсе не к торжеству, замечает мудрый отец. Когда сильный будет приглашать тебя, уклоняйся, и тем более он будет приглашать тебя. Это как раз твоя позиция, надежная и полезная. Не торопись быть услужливой баллонкой, которая едва поманит, тотчас с веселым лаем бросается навстречу, но твоя сдержанность, твоя самодостаточность будет причиной и уважения к тебе, и настаиванием на приближении тебя к тем, кто считается сильными мира сего. Не будь навязчив, чтобы не оттолкнули тебя, и не слишком удаляйся, чтобы не забыли о тебе. Нужно выстраивать дела жизни своей, и в этих лестницах и земного восхождения есть своя тактика, есть своя мудрая середина, о которой и говорит наставник. Не должно быть навязчивым и вызывать чувство неприязни своими очевидными страстями серебролюбия, словолюбия, из-за которых и прилипляется человек к сильным мира сего. Но не должно и вовсе, имея в виду все-таки построение какого-то своего служения, быть вдалеке и некоторым пренебрежением к власть придержащим лишаться их совершенной памяти, совершенно лишаться памяти их о тебе. Не дозволяй себе говорить с ними, как с равными тебе, и не верь слишком многим словам его, ибо долгим разговором он будет искушать тебя и как бы шутя изведывать тебя. Не милостив к себе, кто не удерживает себя в словах своих, и он не убережет себя от оскорбления и от уза. Будь осторожен и весьма внимателен, ибо ты ходишь с падением твоим. Кто из нас не знает неблагодарного чувства увлечения самим собой, своими мыслями, свои возможности излагать нечто, кажущееся тебе умным и правильным, и за этим многословием, от которого ты можешь не удержаться, ждет тебя разорение и унижение, ибо те, кто тебя к нему побуждают, вовсе не ждут от тебя наставления, а хотят уловить тебя в слове твоем, хотят вскрыть твою собственную душу вовсе не для того, чтобы оказать ей пользу, а для того, чтобы с большим удобством уничижить тебя, тщеславного и падкого на земные блага. Не надо говорить с ним, как с равным, не увлекайся якобы дружеской беседой, будь скуп на слова, держи язык за зубами, отвечай кратко и уважительно, но не увлекайся тщеславием и многословием, ибо ты ходишь с падением твоим, ты ходишь, но уже почти лежишь, тогда, как перестаешь этим внимательным, бодренным, трезвенным чувством, контролировать речь свою и свое собственное место, видишь не последним, как подобает по мудрости евангельской, а под тщеславию своему возносишься в некое равенство с сильными мира сего. Это кратчайший путь к уничижению, и ты, думая, что ходишь, а то, быть может, даже и летаешь, на самом деле пожинаешь свое падение. Услышав это во сне твоем, не засыпай. Таинственное слово, но оно соответствует той мысли, которую мы и прежде высказали. Это ведь сон, это твоя мечта о твоем равенстве с теми, кого ты считаешь баловнями судьбы. Не предавайся этому сну, сохраняй трезвенное рассуждение в сердце своем и скромное о себе мнение, оставайся на земле, не возносись, не имея крыльев летать, не давай уснуть чувству своему пред Богом хождение и человеком неугождение. Во всю жизнь люби Господа и взывай к Нему о спасении твоем. Вот дело твое, вот перед кем являть всегдашний страх и нищету свою, великое благо, с самыми прекрасными последствиями. Всякое животное любит подобное себе и всякий человек ближнего своего. Всякая плоть соединяется по роду своему и человек прилипляется к подобному себе. Вот это искание подобных, к чему нас располагает? Конечно же, к тому, чтобы всякий союз наш, дружеский, супружеский, прежде всего, имел бы своим основанием единомыслие, общую систему ценностей, общую цель жизни, общее пред Богом хождение. Тогда и будет этот союз благонадежен. Какое общение у волка с ягненком, так и у грешника с благочестивым. Какой мир у гиены с собакой, и какой мир у богатого с бедным. Ловля у львов, дикие ослы в пустыне, так пастбища богатых, бедные львы, готовы поживиться теми дикими ослами, нападая на которых, и замечая которых беспомощными, они приобретают над ними полную власть, и, растерзав, их пожирают. Так и пастбища для богатых бедные, это те, на которых цветет и приумножается их богатство. Так и пастбища для богатых бедные, это те, благодаря которым, или за счет которых приумножается их богатство. Отвратительно для гордого смирения, так и отвратительно для богатого бедный. Ну, думаю, не для всех богатых, и, конечно же, во Христе богатящиеся, даже если они материально, не бедны, бывают большими друзьями бедных. Но, очевидно, что отвратительно для гордого смирения, так и отвратительно для богатого бедный, для гордого богатого. И эта гордыня, к сожалению, очень часто пролезает вслед за богатым, который не может, как верблюд, пролезть в угольное ушко смирения. Когда пошатнется богатый, он поддерживается друзьями, а когда упадет бедный, то отталкивается и друзьями. Когда подвергнется несчастью богатый, у него много помощников, сказал нелепость, и оправдали его. Когда подвергся несчастью бедняка, еще бронят его, сказал разумно, и его не слушают. Заговорил богатый, все замолчали и превознесли речь его до облаков. Заговорил бедный, и говорят, это кто такой? Если он споткнется, то совсем не звергнут его. Что же, богатство есть признак отвержения от Бога, есть признак некого проклятия? Нет, говорит премудрый. Хорошо богатство, в котором нет греха, что именует грехом мудрый наставник? Гордыня, превозносящаяся на Бога, не знающая самоукорение, не знающего покаяния, не знающего милости к ближним. И зла бедность в устах нечестивого. Сердце человека изменяет лицо его или на хорошее, или на худое. Ни косметика, ни операции пластические. Но сердце человека изменяет лицо его. Поэтому лицо благое или лицо злое, лицо, являющее свет ближним своим, либо напротив помраченное и помрачающее других, есть следствие расположения сердца. От избытка сердца и лице цветет. У кого на сердце мир, у того и лице цветет. И способен человек явиться великим утешением для окружающих своих, не в связи с благообразием черт лица данных при рождении, а в связи с тем расположением сердца, которое приобретает он себе молитвенным трудом и хождением пред Богом. Признак сердца в счастье – лицо веселое. А изобретение притчи соединено с напряженным размышлением. Эти слова напоминают нам премудрого Соломона о том, что много печали во многом знании, а признак счастья – веселое лицо. Это слово не противопоставляет одно другому, но говорит о том, что всякое благодушие неизбежно должно соседствовать и с трудом по составлению притчей и усвоению их. Полнота бытия человека в том, чтобы иметь сердце чистым по тем трудам молитвенным, по тому первичному плачу, который сначала сушит человека, по определению преподобного Исаака Сирина, а потом, напротив, дает лицу его всякое процветание. Потому надлежит время посвящать и упражнению в притчах, чем мы с вами занимаемся, и при этом, приводя сердце в свою всякую чистоту, ходя пред Богом искренне и благоговейно, представляться ближним светлым и радостным лицом, действительно пожиная от Господа благодатные дары и видя в этом благодать, радость и самое счастье бытия. Субтитры создавал DimaTorzok